Всем привет! С вами снова видео новости недели, а меня зовут Света, и как всегда я расскажу самые интересные игровые новости прошедшей недели. Возрождение Black Isle Studio, ранний и не очень старт GV2, продолжение пятого закрытого бета-тестирования корейской MMORPG Archage и многое другое. Поехали! В Дьяволе будет еще добрая сотня новых уровней, сообщили Близзарды в очередном выпуске новостного блога. Для этого будет использоваться новая система Paragon. После 60 уровня получаемый опыт пойдет на увеличение Paragon уровня. Каждая из таких уровней увеличит ключевые показатели типа Vitality и дает 3% Magic Find и Gold Find, то бишь вероятности разжиться пошлым златом и магическими примочками. Чтобы догриндиться до максимального уровня Paragon, игрокам придется потратить время, сравнимое с достижением 99 уровня персонажа в Diablo 2. Это вам не фунт изюма. Valve выпустила специальное приложение, которое позволит абсолютно всем пользователям сервиса Steam получить доступ к зрительскому клиенту Dota 2. Программа будет работать во время бета-тестирования игры, а поработать со Spectator Client можно уже сейчас. Но его основное применение, по всей видимости, турнир The International в Сиэтле, который продлится до 2 сентября. Кстати, о чемпионате. Трансляции турнира The International Championship с 2012 по Dota 2 с призовым фондом более чем в полтора миллиона баксов уже начались. Прямые трансляции с группового этапа проходили у нас на Гоха ТВ 26 августа в 8 вечера по Москве. Не хотите пропустить остальные соревнования? Следите за нашими новостями. ГИЛД ВОРС 2 25 августа в субботу открылся ранний доступ Guild Wars 2. Воспользоваться этой возможностью смогли те, кто оформил предварительную покупку игры. В честь такого события в разделе GV2 на форуме и на нашем сайте этой игры доступен большой... Эм... нет... огромный... нет... глобальный гайд, посвященный проекту. В нем подробно разбирается каждый аспект игры. Рекомендую ознакомиться всем желающим поиграть в GV2. Продолжаются наши стримы корейской MMORPG ArtChange. Кроме того, что на прошлой неделе клан Rise вместе с нашим комрадом Гара нагнули северные территории и аборигенов, на этой неделе Гара ввязался в заварушку с кораблем Черная Жемчужина. Вот, давай-давай, для него вперед ставись. Они сами хотят нас наоборот. Где наш зал? Они сами готовятся. Там мало, залезайте, убивайте. 24 августа состоялся релиз дополнения Dark Souls Prepare to Die Edition. Помимо оригинальной игры, издание будет включать в себя новую главу в мире Lordran, где игроку предстоит остановить тьму и победить темного рыцаря, но не того, который в Бэтмене, другого. Что же касается PvP Online Matchmaking системы, то здесь нас ждет привычный многопользовательский режим, позволяющий как совместно проходить игру, так и устраивать PvP-схватки. Dead Space 3 выйдет 7 февраля 2013 года. Пользователи, оформившие предварительный заказ в сетях розничной торговли, с самого начала игры получат небольшое преимущество. Какое? Доступ к двум игровым наборам «Первый контакт» и «Узри истину», в каждом из которых находится защитный скафандр и мощное новое оружие. Это комбинированное оружие станет прототипом для миллионов вариантов, созданных другими пользователями с помощью новой системы создания оружия. Microsoft впервые за четверть века сменила логотип. Вместе с новым лого мелкомягкие запланировали масштабное обновление всех своих сервисов. Этот шаг был приурочен к осеннему запуску новой операционки Windows 8, отличительная особенность которой — дополнительный интерфейс Metro. Компания Unity Technologies опубликовала два видео игрового движка Unity 4 Butterfly Effect — техническая демонстрация в реальном времени, а также Game Show Reel — демонстрация различных игр, в основе которых лежит этот движок. Unity 4 считается лучшим сочетанием цены и качества для инди-разработчиков и независимых студий. При относительно небольшой цене за лицензию Unity 4 может похвастаться мультиплатформенностью, неплохими эффектами, анимацией, физикой и поддержкой DirectX 11. Игровая студия Black Isle Studios, игра которой долгие годы служили эталоном в жанре RPG, подала первые признаки жизни со времени закрытия в 2003 году. Официальный сайт студии гласит, «Мы всегда ставили перед собой цель создавать лучший RPG в мире, Black Isle Studios возвращается». Кто, а самое главное, зачем воскрешает студию, пока непонятно. В пользу некоторых догадок по поводу Baldur's Gate Dark Alliance 3 говорит фон обновленной Facebook-страницы. Осталось дождаться официального анонса. Компания Tuca Games и студия Firaxis Games представили новый трейлер к тактической экшн-стратегии XCOM Enemy Unknown, релиз которой ожидается в октябре. Вы — командир секретной организации XCOM и в ваших руках жизни лучших оперативников Земли. В битве против инопланетных агрессоров без потерь, конечно, не обойтись, но нужно продолжать набирать, обучать и тестировать рекрутов, чтобы свести смерти к минимуму. Компания Electronic Arts продолжает интриговать новыми трейлерами к дополнению Leviathan, космосаги Mass Effect 3, релиз которого назначен на 28 августа. Описание к видео гласит, «Нечто скрывается в темных уголках космоса, нечто достаточно могущественное, чтобы убить жнеца. Шепард должен раскрыть самый охраняемый секрет в галактике, пока жнецы не пресекли эту возможность навсегда». Ну и напоследок забавное позитивное видео от корейских коллег. Несмотря на тот ужас, который нагнали русские игроки, смеяться над собой наши азиатские коллеги не разучились. Продолжаем публикацию нубских гайдов и дневных книг. Все эти богатства можно найти на нашем сайте или в специальном разделе на нашем форуме по игре Archage. Не забывайте подписываться на наш канал. Там, как всегда, много интересного. Например, свежие геймплейные видео игры Project Copernicus. На этом у меня все. Увидимся на следующей неделе. Играйте с удовольствием! КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...